Добрый день, господа! Меня зовут Алексей Котов и я представляю компанию Подберем Авто РФ. Привет! Сегодня хотелось бы начать с вами серию медиа-ответов на те вопросы, о которых мы говорили пару лет назад в нашей группе ВКонтакте. И сегодня мы с вами начнем с самого главного вопроса. Это бюджет. Бюджет покупки автомобиля с пробегом. То есть, что этот бюджет в себя включает, о чем стоит задуматься заранее и почему это можно и нужно спланировать и просчитать заранее. Значит, первое, на чем стоит остановиться в бюджете покупки, это не только цена автомобиля. То есть, многие часто ошибочно полагают, что денег достаточно ровно, столько, сколько стоит машина. И это заблуждение приведет вас к тому, что эксплуатация только купленного автомобиля начнется неправильно. Почему? Друзья, первое, о чем стоит нам с вами задуматься, если у нас не останется денег после покупки автомобиля, то мы с вами не сможем его обслужить, провести страхование, провести регистрационные действия и, возможно, что-либо докупить. Поэтому, когда, поэтому, планируя бюджет, мы всегда должны учесть некоторые моменты. После того, как мы с вами найдем автомобиль, подходящий нам по своей цене, по своему техническому состоянию и параметрам, мы его должны, первое, переоформить, второе, застраховать, третье, сделать текущее техническое обслуживание, и последним пунктом поставить какое-либо дополнительное оборудование, возможно, музыки, датчики парковки, кенгурятник, регистраторы, все, что угодно. Может быть, магнитола с DVD, чейнджер или усилитель, сабвуферы. Поэтому, для того, чтобы это нам с вами было более понятно, давайте пройдем отдельно по каждому из этих пунктов. Итак, дорогие друзья, первый у нас с вами пункт стоимость самого автомобиля. Ведь, как правило, мы хотим купить автомобиль подешевле и получше. Это естественное желание, и нам с вами от него никуда не деться. Все мы люди, но, тем не менее, доходя, когда мы выбираем автомобиль на сайтах, посвященный этой тематике, мы, а именно продажа автомобилей, многие люди часто смотрят на самый верхний, на самый недорогой автомобиль. Почему это неправильно? Друзья, чем дешевле автомобиль, тем, возможно, в нем больше. проблем. Поэтому, когда нам выпала целая страница объявлений, смотреть нужно начинать где-то в середине. Потому что хорошие автомобили стоят ровно столько, сколько они стоят, а не дешевле, чем все остальные. Есть вероятность того, что вы сможете сделать грамотную техническую диагностику, и торг будет обоснован, но с хорошего, без проблемного автомобиля, много, все равно никто не скинет. Скидку вы можете получить на тот автомобиль, который необходимо продать. Либо, участвовавший в ДТП, может быть, имеющий большой пробег и серьезные технические недостатки, что в дальнейшем несет за собой серьезные финансовые вложения, и они безбедную эксплуатацию. Итак, мы с вами все-таки нашли автомобиль из этой средней части, поторговались с владельцами, провели диагностику, поторговались с владельцами. Это был первый пункт нашего бюджета – стоимость самого автомобиля. Второй пункт – оформление. Самый дешевый вариант на данное время. В случае, если вы производите оформление в государственном некоммерческом РЭО, и смена номеров вам не предстоит, оформление обойдется 850 рублей. В том случае, если автомобильные номера по каким-то причинам пришли в негодность, смена их обойдется в 2000 дополнительно. Итак, дорогие друзья, кто-то может вам предложить купить автомобиль по генеральной доверенности, либо по рукописному договору купли-продажи. Юридически эта возможность имеет место быть, а практически, в этом случае автомобиль минует прохождение проверки юридической частоты. Инспектор ГИБДД не сможет провести осмотр номерных агрегатов, а также проверки этих номеров, соответственно, по базам ГИБДД, что, в свою очередь, не сможет гарантировать вам его юридическую частоту. В том случае, если на автомобиле стоят какие-либо ограничения по снятию с учета, либо он участвует в залоге, либо на него подали ограничения судебные приставы, автомобиля вы можете лишиться, потому что ваша собственность на машине гарантирует постановку на учет именно на вас. Соответственно, мы с вами купили автомобиль, переоформили его, после переоформления нам необходимо его застраховать. Страхование автомобиля – это, дорогие друзья, отдельная статья расходов. Кроме ОСАГО, договор, на который вы заключили при оформлении, при смене собственника, даже есть такое понятие, как «каска», то есть полная защита автомобиля от ущерба и угона. И я рекомендую вам задуматься заранее о том автомобиле, который будет выбран, и проверить его на подверженность угоду. Дело в том, что после введения загранительных пошлин на границах нашей страны на автомобильных рынках образовался вакуум, и хороших автомобилей с пробегом действительно не хватает. Кроме того, в крупных городах сами жители этих городов покупают автомобиль, в эти города стекаются представители регионов, так как выбора у них значительно меньше. В результате получается, что желающих купить автомобиль много, а автомобилей мало. Как бы активизировались люди, занимающиеся угоном автомобилей, переменной номеров и номерных агрегатов. Поэтому я рекомендую вам обязательно проверить выбранный марк автомобиля на угоняемость. И в том случае, если эта машина находится в резине угона, а вы хотите спать спокойно, вам понадобится застраховать ее хотя бы по каске. Это действительно серьезная сумма денег, узнать которую вы сможете на сайте компании страховщика. Предположим, мы узнали, сколько нам страховка обойдется, движемся с вами дальше. Техническое обслуживание. Дорогие друзья, мы с вами купили машину, и она обязательно должна быть обслужена технически. То есть, минимальный вариант это проведение текучего технического обслуживания, то есть, заменить масла и фильтра. Но так бывает не всегда. Понятие об эксплуатации автомобиля у всех принципиально разное. Кто-то паркуется на стук колеса по реплик, кто-то паркуется аккуратно, кто-то в яму жмет тормоз, потому что ему забыли в автошколе сказать, что это вредно, а кто-то проходит их на нейтральной скорости. Дорогие друзья, поэтому нам с вами обслуживание придется делать все равно. Автомобиль с пробегом – это автомобиль с историей. И в наших руках его жизнь нужно начать с чистого листа. Причем вариант «сейчас куплю, потом все сделаю». Очень будет походить на тот случай, когда вы заболеете, и сначала начнете лечить кашель, потом температуру, потом ангину. Лечить необходимо сразу же и все. И поверьте, что те работы, которые легко будет сделать сейчас, необходимо будет впоследствии выполнять в другом объеме и за собственные деньги. Причем я вам могу сказать, что на автомобиле стоимостью порядка 300 тысяч рублей хорошее большое ТО с заменой тормозных дисков и колодок обойдется вам в 30 тысяч рублей. То есть порядка 7-10% стоимости автомобиля вам придется вложить в автомобиль, который не требует к себе серьезных положений. Вы просто замените масла, фильтра и будете уверены, что ваш автомобиль в нужный момент произведет торможение, а двигатель будет работать на хорошем, качественном масле. Дорогие друзья, в общем, теперь вы понимаете, что бюджет покупки автомобиля с пробегом состоит не только из его цены, а из четырех составляющих, о которых необходимо задуматься заранее. И в том случае, если вам удастся правильно спланировать бюджет, это избавит вас от печального выбора починить машину, заправиться или пообедать. Продолжение следует...